Прошлый год для Якутии стал рекордом не только по количеству построенного жилья, но и по размеру выданных ипотечных займов. Рост по сравнению с предыдущим 2015 годом составил 134%, а если перевести его на денежный эквивалент, то эта цифра возрастет до 139. Во многом это обусловлено действием ипотеки с господдержкой, однако с этого года государство перестало субсидировать кредиты. Между тем, ведущие банки страны объявляют о рекордном снижении процентных ставок. Как повлияют эти события на рынок недвижимости, узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр» программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Ставки ниже. Ведущие банки страны объявили о рекордном снижении процентов за ипотеку. С чем связана такая щедрость и как она повлияет на рынок недвижимости. Ипотека – вечная долговая яма или право на комфортное жилье? Об этом и о многом другом поговорим с первым замминистра архитектуры и строительного комплекса республики Павлом Аргуновым. Мнение эксперта – сколько стоит квадратный метр на вторичном рынке и каково движение цен за жилье, расскажет специалист в сфере недвижимости. За прошлый год рынок ипотеки вырос по сравнению с 2015 по всей стране на 127%, а по республике – на 139%. Немаловажную роль здесь сыграла господдержка кредитов. В результате их объем достиг почти до кризисных показателей – полутора триллиона рублей. Сами видите по цифрам, что у нас действительно реальный рост получился именно выданных кредитов на 39%. К сожалению, в этом году уже у нас не будет этого механизма, но понижение става по кредитам все равно произойдет за счет того, что у нас получается рост экономики. Особую активность россиян наблюдали в конце прошлого года в связи с завершением программы по субсидированию ипотеки. Однако еще тогда эксперты и банкиры предсказывали улучшение ситуации на рынке недвижимости, и по данным статистики такая тенденция началась еще в начале прошлого года. Несмотря на то, что первые три месяца ставки росли, с апреля по сентябрь проценты снижались переменной скоростью. Резкое снижение произошло в середине года. Что же касается настоящего времени, то с января понижение составило уже 1,1%. Для сравнения, с начала прошлого года ставки понизились на 1,4%. Миссию социально выполняя, что наших строителей тоже надо поддерживать, и население тоже не готово на сегодняшний день нести высокие ставки, то есть высокое бремя. Поэтому на сегодняшний день пошли беспрецедентные меры, что снизило ставку до 10,9% годовых. Хотелось бы отметить о том, что ставка у 10,9% это не окончательная ставка. Впрочем, эксперты видят в действиях некоторых ведущих банков не только социальный интерес. Пишет коммерсант РУП. По словам специалистов АИЖК, наблюдаемая макроэкономическая динамика, интенсивный рост индекса деловой активности. Укрепление рубля увеличивает вероятность принятия Банком России решений о снижении ключевой ставки уже на ближайшем мартовском заседании. Поэтому некоторые банки стараются действовать на опережение и уже сейчас привлечь заемщиков более низкими ставками и нарастить свою рыночную долю. Также такое положение вещей, как отмечает гендиректор аналитического агентства Фрэнк Ресерч Группы Юлий Кребанов, может быть на руку в основном тем клиентам, кто ранее решился взять ипотеку по более высоким ставкам. Крупные банки борются за сохранение и увеличение доли. В этом году высока вероятность перекредитования населения. Довольно много клиентов брали ипотеку в 2015-м, когда ставка подскочила до 13-14%. И выгодные предложения могут замотивировать их рефинансировать ипотеку на более привлекательных условиях. Ипотека Это тот механизм, с помощью которого большая часть населения сможет при нынешних условиях улучшить свои жилищные условия. Мы, наверное, все помним тот период, когда это 90-е годы, начало 2000-х, когда ипотека еще только зарождалась. И большая часть того, что строится, строилась только за счет бюджета. И в советский период, когда строительство ввелось только за счет бюджета, люди годами стояли в очереди за квартирой. Сейчас, в связи с тем, что есть возможность с помощью ипотеки купить квартиру, уже даже молодые семьи, молодые специалисты уже могут улучшить свои жилищные условия, получить квартиру. Задача государства – это поддерживать определенную часть категории граждан, у которых низкая платежеспособность, низкая кредитоспособность получать ипотечные кредиты и приобретать квартиры. Что касается вообще ипотеки, как финансового инструмента, то это тот инструмент, с помощью которого все другие государства, не только Россия, не только наша страна выходила и будут выходить из кризиса. Если будет спрос на жилье и вообще на строительные материалы, тогда, соответственно, экономика будет развиваться намного динамичнее. С этого года перестала действовать ипотека с господдержкой. Как Вы считаете, не повлияет ли это на рынок и не будет ли снижения спроса на ипотеку? Ипотека с господдержкой была актуальна как раз в начале кризиса, в начале 2014-2015 годах. На сегодняшний день банки уже снизили процентную ставку и процентную ставку соизмерима с процентной ставкой ипотеки с господдержкой. И, соответственно, ипотека с господдержкой уже не так актуальна. В прошлом году по подпрограмме развития ипотечного жилищного кредитования из госпюджета было выделено 350 миллионов рублей. Как работает эта программа и сколько средств будет выделено в этом году? В прошлом году было предусмотрено, как Вы уже сказали, 350 миллионов рублей. Из них 150 было направлено на увеличение уставного капитала республиканского ипотечного агентства. И 200 миллионов рублей было направлено на увеличение уставного капитала акционерного банка «Алмазер Генбанк». Из них, из 200 миллионов рублей, 100 миллионов были направлены на развитие индивидуального жилищного строительства. И 100 миллионов рублей были направлены на строительство многоквартирного жилья в населенных пунктах с населением менее 20 тысяч человек. В текущем году данное направление, к сожалению, не финансируется. В текущем году наша основная цель – это завершение программы переселения граждан за уриного жилья. С прошлого года в республике действуют еще два новых ипотечных продукта. Это новая квартира и новый дом. Как они успели себя показать? К сожалению, сказать, что эти продукты пошли на ура, сейчас, на сегодняшний день невозможно. Программа должна была работать только в населенных пунктах с населением менее 20 тысяч человек. Это, соответственно, или сельское поселение, или районный центр. И там есть и процентная ставка со измерениями с другими банками. То спрос населения в таких поселениях намного меньше, чем в городе Якутске. Мы программу вообще ликвидировать, конечно, не планируем. Мы будем изменять, будем модернизировать механизмы. И в первую очередь нам надо развивать строительство арендного жилья. Это направление будем активно развивать. И также не оставим в стороне развитие ипотечного жилищного кредитования. Еще один немаловажный фактор, который влияет на ипотеку, это цены за квадрат. И, как всем известно, в Якутии это одни из самых высоких цен по стране. С чем это связано и как можно снизить или хотя бы удержать рост цен? Наш регион, он довольно-таки специфичен. У нас очень много строительных материалов завозится из-за пределов нашей республики. То есть к стоимости строительных материалов добавляется транспортная составляющая расхода. По сравнению с 2014 годом у нас на сегодняшний день стоимость снизилась на 20%. То есть это тот пузырь, который, так сказать, жирок, который застройщики в себе оставляли. Он сейчас практически уменьшен до нуля. Сейчас они работают на грани рентабельности. Некоторые застройщики снизили даже до минуса пошли. То есть они, лишь бы выжить в этот период, снизили до отрицательной рентабельности. Это раз. Можно ожидать снижение, это во время кризиса. И второй момент. Необходимо развивать те механизмы предоставления земельного участка по так называемым голландским аукционам. Когда земельный участок предоставляется застройщикам бесплатно. И по итогам аукциона муниципальное образование предоставляет земельный участок тому застройщику, который предложит наименьшую стоимость квадратного метра в будущем. В этом случае можно ожидать снижение где-то на 15-20 процентов тоже. В последнее время все чаще говорят о местном производстве строительных материалов. Может ли это повлиять на стоимость? Конечно, локализация на месте, производство строительных материалов на месте намного снижает стоимость квадратного метра, потому что исключается транспортная составляющая. У нас на сегодняшний день производится, например, цемент на месте производим, щебень производим на месте, добываем песок. У нас очень сейчас много заводится металла. Если бы металл производили на месте, было бы тоже очень эффективно, но, к сожалению, пока что по данному направлению сложно. В прошлом году у нас процентные ставки были от 14-14,5 процентов. Сейчас процентные ставки снизились до 10,7. Само собой это повлекло большой спрос на ипотеку, также и увеличение продаж по объектам недвижимости. Сейчас у нас, если смотреть самые востребованные объекты недвижимости, это у нас идет одну-двухкомнатные квартиры вторичного рынка. Конечно же, цены на них упали. Идет порядка примерно от 100 до 300 тысяч рублей, смотря от местоположения. Если же смотреть в центре, самый такой распространенный район, то есть где самый большой спрос, то цены упали порядка где-то на 200 тысяч. Банкиры надеются, что рынок недвижимости восстановится уже в этом году. При этом спрос возрастет на 10-15 процентов и составит 1 триллион 700 миллиардов рублей. А эксперты делятся своим мнением. Для сохранения положительной картины снижение цен за квадрат неизбежно. Кроме того, спасти рынок смогут пониженные ставки по ипотечным кредитам, усиление государственной поддержки и помощь со стороны региональных властей. Это был квадратный метр. До свидания.